Всем здравствуйте! Я рада вас приветствовать на мастер-классе 10 лучших интернет-профессий для удаленной работы. Давайте проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чате по десятибальной шкале. Как меня слышно? Вижу много десяток. Спасибо. Меня зовут Ольга. Я представляю школу онлайн-профессии «Ваш старт». Мы помогаем изучить современные интернет-профессии и доводим наших учеников до трудоустройства. Сегодня я вам буду рассказывать и показывать на примерах, как стартовать в удаленной работе с полного нуля, без опыта, как освоить востребованные, прибыльные интернет-профессии, и как зарабатывать более пятидесяти тысяч рублей, чтобы вы могли путешествовать, иметь свободный график и не зависеть от начальника и кризисов. Насколько вам это было бы интересно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Отлично! Давайте расскажу план нашего сегодняшнего мастер-класса. Вот что вы узнаете в ближайшие два часа. Топ-10 интернет-профессий. Самые прибыльные, творческие и доступные для всех. Сколько денег можно зарабатывать удаленно? Покажу примеры реальных зарплат. Как перейти на удаленную работу и как выбрать подходящую вам интернет-профессию. А в конце расскажу, как мы можем вам помочь устроиться на удаленную работу и как записаться на наш курс, чтобы получить сертификат специалиста. Напишите в чате, кем вы сейчас работаете или, может быть, вы на пенсии. Вот так. Спасибо большое за оперативную такую обратную связь. Отлично! Елена, бухгалтер. Андрей на заводе. Ирина, пенсионер. Маргарита, воспитатель в детском саду. Светлана, продавец. Валентина, секретарь в офисе. Спасибо за ответы. Смотрите, удаленную работу можно попробовать даже до того, как вы уйдете из офиса. Сначала это может быть просто вашей подработкой или второй работой. Есть удаленная работа, которая требует всего 2-3 часа в день. Заниматься удаленной работой, совмещая ее с основным видом деятельности или сделав ее главным источником дохода, может каждый из вас. Тут совершенно не важен ваш уровень образования, возраст или гражданство. Реализовать себя может любой. И бухгалтер, и учитель школы, и водитель, и повар, и уж тем более человек, который вышел на пенсию. То, что я буду сегодня рассказывать про удаленную работу, актуально для всех стран. Для России, Украины, Белоруссии, Казахстана, стран Европы, Азии и Америки. Главное, чтобы у вас был интернет. А некоторые профессии даже не требуют наличия компьютера. Можно работать с телефоном или планшетом. А сейчас я отключу свое видео, чтобы вы не отвлекались и смотрели на презентацию. Итак, мы выбрали топ-10 профессий, самых востребованных и прибыльных. Я не буду говорить про сложные профессии, например, программирование. Да, она очень востребована на рынке, но мало кто из вас захочет и сможет освоить программирование. Это в основном для молодых парней. Вот 10 лучших интернет-профессий, которым может научиться абсолютно любой из вас. И не важно, кто вы сейчас, бухгалтер, работаете на заводе или воспитатель детского сада. Все они интересные, почти все творческие, нескучные и прибыльные. По каждой из этих профессий я вам расскажу следующие детали. В чем заключается работа, что конкретно надо делать, чтобы вы поняли, насколько это вам понравится. Сколько можно зарабатывать? Какие возможности дает каждая профессия? Можно ли ее использовать для подработки? Есть ли свободный график? Для кого подходит профессия и как ее сводить за короткий срок? Расскажу, кто работодатели, где их искать и как трудоустроиться. Начнем с первой профессии. Это создатель видеороликов. На первый взгляд может показаться, что для создания видеороликов требуются серьезные технические знания. Но на самом деле, где-то лет 10 назад так и было. Но сегодня ситуация коренным образом изменилась. Благодаря специальным программам для обработки видео и простым онлайн-сервисам, интернет-профессию создателя роликов может освоить даже домохозяйка и пенсионер. Работодатели охотно заказывают видеоролики из-за того, что видеоролик цепляет, заставляет погрузиться в проблему и всего за несколько минут убеждает потенциального клиента в важности предлагаемого товара или услуги. Какой бы ни был работодатель, видеоролик будет продавать намного лучше, чем текстовое описание. В любой отрасли, салоны красоты, автосервисы, рестораны, интернет-магазины и даже крупные заводы по производству кирпичей, всем им нужны видеоролики для того, чтобы наглядно показать клиенту преимущества их продукции. Огромный спрос на видеоролики, возможность хорошо зарабатывать, творческий и интересный процесс их создания. Все это ставит на первое место профессию создатель видеороликов. Но давайте расскажу, какие бывают типы видеороликов, которые вы должны научиться создавать, если хотите работать по этой профессии. Видеоролики могут быть продающие, обучающие, информационные или развлекательные. Визуально данные типы роликов могут быть трехмерные, рисованные, анимационные, слайд-шоу, с инфографикой и так далее. Вариантов много. Покажу вам примеры роликов и расскажу, сколько денег можно зарабатывать. Начну с самого простого, недорогого ролика. Это рисованный ролик. Посмотрите. Группа компаний MSK-строй, лидер в сфере дизайна и ремонта помещений, работает для вас более 10 лет. К вашим услугам. Дизайн интерьеров, ремонт квартир и загородных домов, ремонт офисов, согласование и проектирование. Мы выполняем полный цикл работ по дизайну и ремонту помещений. От создания дизайн-проекта и составления сметы до получения согласований и сдачи объекта под ключ. Все процессы в компании оптимизированы и позволяют выполнять работы в срок, зафиксированный в договоре. Наши специалисты помогут вам подобрать необходимые материалы по выгодным ценам и сами все доставят на объект. Такие ролики были очень популярны несколько лет назад. Заказчики платили по 10-15 тысяч рублей за одну минуту ролика. Сейчас их популярность немного упала, потому что заказчики хотят более современные и эффектные ролики. И стоимость рисованных видео составляет 2-3 тысячи рублей за минуту. Учитывая то, что средняя длительность продающего ролика 2 минуты, то за весь ролик вы сможете получить примерно 5 тысяч рублей. За месяц можно делать 4-5 роликов. Соответственно, общая зарплата составит 20 тысяч рублей. Но это в том случае, если вы будете заниматься только рисованными видеороликами. Довольно неплохо, например, для пенсионеров. Потому что основное преимущество создания рисованных роликов – это простота создания и слабые требования к компьютеру. Создание рисованных роликов – процесс довольно интересный, творческий. То есть такая удаленная работа будет приносить вам удовольствие и радость. Вам потребуются специальные программы. Например, Sparkle или Explanio. Обе очень простые для освоения, но в любом случае я вам рекомендую пройти обучающий курс, чтобы понять, как создавать не простые ролики, а качественные продающие ролики и получить сертификат специалиста. Ну а чтобы зарабатывать на создании видео не 20 тысяч рублей в месяц, а больше, надо научиться создавать разные типы роликов. Посмотрите, следующий пример – это анимационный ролик с инфографикой. Вы самозаняты и успешно ведете свое дело. Только вы сами отвечаете перед клиентами за весь процесс работы. Но застрахованы ли вы от ошибок? Что делать мастеру, если он испачкал краской дорогую одежду клиента? А если установка полки в доме заказчика закончилась дыркой в картине его соседа? Работая курьером, можно случайно уронить по дороге ценный груз. Возместить ущерб и сохранить репутацию поможет страхование ответственности перед заказчиками. Это дополнительная гарантия для ваших клиентов. Быстрое оформление онлайн. Один договор для любых непредвиденных ситуаций. Оформите полис онлайн за несколько минут. Выберите сумму страхового покрытия, которое будет действовать в течение года. И оплатите. Укажите срок страхования. Ваши данные. Внесите контактную информацию для связи с вами. Если наступит страховой случай, вы сможете подать документы дистанционно. И иметь возможность получить размещение при непредвиденных обстоятельствах. Продолжение следует... И зарабатывать от 40 тысяч рублей. Напишите в чате, как вам понравился ли анимационный ролик. Отлично. И давайте посмотрим третий пример ролика, который даст вам максимум заработка. Это ролик с трехмерной графикой. Российская электроэнергетика динамично развивается. Энергосбытовые компании – это связующее звено между всеми участниками энергетического рынка, генерирующими компаниями, сетевыми организациями и потребителями. Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания является гарантирующим поставщиком на территории Рязани и части Рязанского района, обслуживая более 6 тысяч организаций и 240 тысяч домохозяйств. Такой ролик создается в программе Adobe After Effects. Компьютер нужен уже более мощный, чем для создания рисованных или анимационных видео. И за одну минуту профессионального трехмерного ролика вы сможете получать от 10 тысяч рублей. Месячный заработок составит 70-80 тысяч рублей. А опытные специалисты после того, как наработают портфолио, получат более 100 тысяч рублей в месяц. Ну вот так они действительно получают. Принцип создания у всех этих трех типов роликов одинаковый. Первое. Вы придумываете сценарий ролика. Второе. Делите сценарий на отдельные сцены и придумывайте, как они будут выглядеть. Третье. Создаете каждую сцену в программе создания видео. Четвертое. Подбираете фоновую музыку и заказываете дикторскую озвучку. Пятое. Делаете итоговый монтаж, подгоняете видео, музыку, озвучку. Но самое сложное в этой работе – это придумать сценарий для продающего ролика. Но не пугайтесь, не нужно быть сценаристом. Есть специальные шаблоны, которые вы можете использовать. Создавать сцены тоже можно по шаблонам. Поэтому процесс создания рисованных или 3D роликов отличается только технически. И этому я рекомендую вам обучиться. Потому что, как вы уже поняли, заказчики бывают разные. Кому-то нужны анимационные ролики, кому-то трехмерные. А кто-то захочет простые рисованные. И чтобы не терять заказчиков, вы должны брать все заказы, которые вам будут давать. И тем самым, ваша общая зарплата при работе по профессии создателей видеороликов может составлять под 50 тысяч рублей каждый месяц. На нашем курсе мы всему этому обучаем. На выходе будете уметь создавать рисованные и анимационные ролики с инфографикой и 3D видеоролики. Плюс получите сертификат специалиста, что будет вашим преимуществом в глазах заказчика-работодателя. Расскажу о перспективе. Сегодня потребность для многих компаний в создании видеоконтента постоянно растет. YouTube набирает все большую популярность. И дальше эта тенденция будет только усиливаться. Поэтому, если вы научитесь создавать видеоролики, то без работы в ближайшие годы точно не останетесь. Напишите в чате, кто захотел работать создателем роликов, кто захотел научиться создавать такие классные ролики, которые я показала на примерах, и зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц, занимаясь творческим и интересным занятием. Пишите, пожалуйста. Отлично! Скоро я расскажу про обучение в нашей школе онлайн-профессии «Ваш старт» на курсе «Создатель видеороликов». Вторая по популярности профессия – это интернет-маркетолог. Расскажу, в чем заключается работа, что делает маркетолог в интернете для компаний, в которой он удаленно работает. Задача маркетолога по своей сути простая – организовать продажи товара или услуги в интернете. Маркетолог выстраивает полностью цепочку продаж с самого начала и до завершения продажи. Он не отвечает за доставку товара, за его производство или за выполнение услуги, он отвечает за то, чтобы компания зарабатывала деньги, чтобы были клиенты и побольше продаж. Ни разовых продаж, не так, что сегодня клиенты есть, а завтра нет. Маркетолог должен организовать постоянный процесс привлечения клиентов и продаж, так называемую «воронку», в которой на входе, например, каждый день на интернет-сайт компании заходит 100 заинтересованных посетителей. И на выходе 5 клиентов, которые оформили заказ на товар или услугу. Что происходит, когда в компании нет интернет-маркетолога? Они сидят и ждут, когда к ним придут клиенты. Владелец думает, что открыл он какой-то магазин или салон красоты, повесил вывеску на входе, и клиенты сами будут приходить каждый день. Или заказал сайт в интернете и думает, что клиенты сами найдут его сайт и что-то там купят. В таких компаниях без интернет-маркетологов мало продаж, и они со временем закрываются. Я думаю, вы часто видите пустующие магазины в торговых центрах, парикмахерские, турфирмы. Там сидят скучающие сотрудники и ждут клиентов. Вместо того, чтобы нанять грамотного интернет-маркетолога, который создаст им группу ВКонтакте, будет ее продвигать, запустит рекламу на сайт, придумает акции какие-то, спецпредложения, то есть будет использовать активные способы привлечения клиентов. Многие владельцы компаний, предприниматели сейчас стали это понимать и ищут толковых интернет-маркетологов, которых мало. Хорошие маркетологи уже все заняты, где-то работают, а те, что есть на рынке, в основном самоучки, от которых не будет толку. Поэтому сейчас самое лучшее время для вас, чтобы обучиться профессии интернет-маркетолог, получить сертификат специалиста и заниматься таким интересным и довольно творческим делом. Давайте пример. Интернет-магазин подарков. Вы устроились работать маркетологом удаленно. Вам начальник сказал, вот мы продаем сувениры и хотим больше прибыли. Что нам делать? И вы смотрите сайт этого интернет-магазина. Товары, которые там продаются. Изучайте позиционирование компании. Думайте, кто целевая аудитория, женщины или мужчины. Средний класс это или подарки здесь продаются для богатых людей, либо, может, для детей. Смотрите и анализируйте конкурентов. И начинайте думать, как изменить существующую продукцию для увеличения продаж. Или новые, может, подарки надо добавить. Далее вы смотрите, откуда идет сейчас реклама для данного интернет-магазина. По какой цене реклама, окупается ли она и так далее. Прописывайте новую стратегию привлечения клиентов. Новую стратегию повышения продаж. И начинайте ее реализовывать. Вносите изменения на сайт интернет-магазина. Запускайте акции. Например, купи два подарка и получи третий бесплатно. Запускайте новые рекламные каналы. Создаете аккаунт в Инстаграме, чтобы выкладывать красивые фотки, новых подарков и так далее. Вот пример работы интернет-маркетолога. Это очень интересная интернет-профессия, которой хочется заниматься постоянно. Вы будете поскорее с утра просыпаться, чтобы посмотреть, насколько увеличились продажи в компании после ваших изменений. Здесь нет предела совершенства. Растет прибыль компании, растет и ваша прибыль. Обычно маркетолог получает оклад плюс процент из продаж. Средняя зарплата интернет-маркетолога 50 тысяч рублей. Опытные маркетологи зарабатывают и 100, и 200 тысяч рублей. Показываю скриншот вакансий с сайта HeadHunter. Смотрите, интернет-маркетолог. Зарплата от 50 тысяч рублей. И главное, не требуется опыт работы. Вот вторая вакансия. Здесь уже нужен опыт работы от одного года. И зарплата 130-150 тысяч рублей. Поставьте плюсики, кто понимает, насколько классная профессия интернет-маркетолог. Кому нравится менять продукцию в лучшую сторону? Помогать людям. Ведь когда вы улучшаете продукт, вы помогаете людям. Освоить навыки этой профессии, стать специалистом в интернет-маркетинге самостоятельно сложно. И вас не будут ценить на рынке. У нас в школе онлайн-профессии вы за два месяца можете пройти пошаговый курс интернет-маркетинга, получить сертификат и легко устроиться на удаленную работу. На курсе мы даем множество шаблонов, методичек и чек-листов, которые помогают работе начинающего маркетолога. Например, чек-листы идеального продающего сайта или лендинга. Пригодятся вам для того, чтобы быстро оценить сайт работодателя. Когда вы только к нему устроились на удаленную работу, по чек-листам вы смотрите и четко понимаете, что заголовок сайта не продающий, надо менять, не указан телефон, нет онлайн-консультанта и так далее. Кто пойдет к нам на курс в школу «Ваш старт», вы получите все шаблоны и чек-листы. А, идем дальше. Расскажу сейчас, с чем конкретно работает интернет-маркетолог и с чем вам надо будет работать. С описанием продаваемого продукта. Товар или услуга, или курс. Как описать товар, чтобы его захотелось купить. Чаще всего здесь речь идет не о банальных характеристиках товара, а что товар даст человеку, как он ему поможет, что изменит в его жизни. Например, продавая в интернет-магазине какое-нибудь кресло, маркетолог должен написать не длину, ширину или вес кресла, а то, что в данном кресле у вас не будет болеть спина, такого комфорта вы еще не чувствовали и так тому подобное. Именно это влияет на продажи, а не характеристики. Или при продаже курса по танцам живота. Хороший маркетолог будет в первую очередь писать о том, что танцы живота помогут вам похудеть, вы станете стройнее, ваш муж будет вас обожать и тому подобное. А не сколько уроков на этом курсе, сколько минут идут уроки и тому подобное. С описанием компании вашего работодателя также нужно будет работать, как показать компанию, как ее позиционировать, чтобы у нее хотелось покупать продукт, а не у конкурентов. Удобство покупки, удобный сайт, какие-то особые условия, увеличенные гарантии и тому подобное. Тоже работа маркетолога. С целевой аудиторией и сегментами целевой аудитории. Когда вы начнете осваивать интернет-маркетинг, вы поймете, что нет такого товара или услуги, которые покупают все жители Земли. На каждый товар, на каждую услугу есть своя аудитория. Опять же, многие компании, у которых нет маркетолога, пытаются продавать абсолютно всем. И, конечно, у них мало кто покупает. Маркетолог должен четко знать целевую аудиторию, чтобы понимать, что хочет эта целевая аудитория, что она покупает, по каким ценам, зачем она покупает, по каким дням и так далее. Более сложный вариант – это сегментирование аудитории. Например, курсы по английскому языку. Целевая аудитория – это не все люди, кто хочет выучить английский. Целевая аудитория здесь делится на сегменты. Маркетолог должен ее разделить на детей, которым нужен английский для сдачи экзамена, детей, которым нужен разговор на английский для переезда в Европу, для сотрудников компаний, которые часто ездят в командировку, для путешественников и так далее. Это разные сегменты целевой аудитории, и интернет-маркетолог должен под каждый такой сегмент придумывать разные описания курса по английскому, разные цены, разные позиционирования, разные сайты. В рекламной картинке для сегмента путешественников маркетолог должен написать английский для путешественников. И сайт, на который ведет такая реклама, должен на главной странице содержать такие слова, чтобы путешественники зашли на сайт и увидели, что да, здесь они смогут купить курс по английскому для путешественников, а не английский для всех подряд. Понимаете, о чем я говорю? Кто понимает, поставьте плюсики, пожалуйста. Дальше. Как вы уже поняли, маркетолог должен работать с сайтом или лендингом. Он должен сделать сайт продающим, используя различные приемы и инструменты. Я думаю, вы встречали сайты, которые хочется быстрее закрыть. Заходишь, а там сразу купи, купи, купи. А есть сайты, сделанные по правильной продающей технологии, постепенно ведущие к продаже, снимающие все разражения. На нашем курсе по интернет-маркетингу мы также обучаем создавать продающие сайты и лендинги для любого бизнеса. А с социальными сетями ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Телеграм, Ютуб, Конечно, не сам лично маркетолог должен писать тексты для группы ВКонтакте или снимать видео для Ютуб-канала. Маркетолог должен определить стратегию работы в соцсетях. В каких соцсетях компания должна быть представлена? Потому что если это какая-то оптовая фирма, вряд ли ей нужно быть ВКонтакте или Инстаграм. А вот на Фейсбуке надо точно. Что публиковать в соцсетях? С какой периодичностью? То есть какой контент? Для этого маркетолог должен понимать целевую аудиторию. Если компания новая, у нее мало ресурсов, или это может интернет-предприниматель, который только начал работать и взял вас к себе маркетологом, тут вы должны определить, куда сначала вкладывать имеющиеся у предпринимателя ресурсы на сайт или на соцсети, или на рекламу. Нельзя тупо делать все, что делают другие. Надо оценивать текущую ситуацию в компании и принимать решение, что делать для повышения продаж в текущих условиях. Вы не должны прийти работать маркетологом и сразу сказать работодателю, давай на ВКонтакте 100 тысяч рублей вложим, на YouTube 200 тысяч, сайт с новыми забабахаем за 70, вон у конкурентов сколько всего, и сайты, и соцсети раскручены. Грамотные интернет-маркетологи так не делают. Они должны понимать приоритеты. Дальше. Работа с трафиком. Какие рекламные каналы использовать в данной компании в данный момент времени? Это основное, что влияет на продажи и прибыль. Без трафика, без рекламы продаж не будет. А рекламных каналов сейчас очень много. Это и таргетированные рекламы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассниках, и контекстная реклама Яндекс.Директ, и видеореклама на YouTube, и реклама у блогеров, и SEO-продвижение сайта. Очень много вариантов. Маркетолог не должен брать все эти каналы и сливать бюджет работодателя. Маркетолог должен четко понимать, какие каналы использовать для данного работодателя эффективнее. На нашем курсе интернет-маркетинга в школе «Ваш старт» мы тоже этому обучаем. С e-mail рассылками довольно сложная задача для начинающих маркетологов, потому что от этого зависит репутация компании. Отправили одно неверное письмо по всей базе клиентов или подписчиков и убили репутацию. Либо рассылайте каждый день только скидки, 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 тоже убивайте репутацию компании. Сейчас к e-mail рассылкам добавились еще мессенджеры, телеграмм, сообщения ВКонтакте, в других соцсетях. Маркетолог должен выстроить правильную стратегию общения в мессенджерах с клиентами компании. С e-mail рассылками тесно связаны так называемые автоматизированные воронки продаж. Модное сейчас выражение – это когда вы выстраиваете такую цепочку от показа рекламы до оформления заказа, в которой минимизировано участие менеджеров-сотрудников компании. Например, человек перешел по рекламе на сайт работодателя и ничего не заказал. Ему на разных сайтах, в разных соцсетях начинает показываться автоматически реклама, которая называется ретаргетинг. Человек снова переходит на ваш сайт, так появляется скидка, и человек уже оформляет заявку на товар, который вы продаете, но не оплачивает. Ему автоматически отправляется письмо, что ссылка на оплату со скидкой действует один день. Проходит один день, человек не оплачивает. Человеку автоматически отправляется письмо, что товар заканчивается на складе, завтра его уже не будет и так далее. Вот это пример автоматизированной воронки продаж. Вы ее один раз правильно настроили, и дальше только занимаетесь рекламой. На нашем курсе вы также научитесь создавать автоматизированные воронки. Следующая задача, которой занимается интернет-маркетолог, это пиар-компании, работа со СМИ, с блогерами. Конечно, все это зависит от размера компании-работодателя, в которой может быть несколько маркетологов. Могут быть отдельные пиар-менеджеры, отдельные e-mail-маркетологи и так далее. Но 99% маркетологов, которые проходят обучение новички, они чаще всего идут работать в небольшие компании или к интернет-предпринимателям, у которых нужно делать почти все из того, что я перечислила. Сайт, соцсети, реклама, e-mail рассылки, воронки продаж. Поэтому вы, чтобы называться специалистом, чтобы можно было говорить, что вы освоили профессию интернет-маркетолога, должны научиться всем этим навыкам. Напишите, кто вдохновился этой профессией, кто захотел работать удаленно интернет-маркетологом. Работа очень интересная, в какой-то степени творческая. Большое преимущество – вы сможете создать свой домашний бизнес, любой, и по продаже товаров, например, сделав интернет-магазин, и услуги, домашнюю кондитерскую, например, или онлайн-школу. Средняя зарплата интернет-маркетолога, повторю, 50 тысяч рублей. Со временем вы будете получать и 100 тысяч, и больше. Не думайте, что эти зарплаты доступны лишь суперопытным специалистам в удаленной работе. Каждый из вас сможет зарабатывать такие деньги. В нашей школе вы узнаете, как стартовать с нуля и дойти до уровня специалиста, чтобы можно было устраиваться на хорошие вакансии. Профессия не привязывает вас к какому-то месту. Сможете путешествовать несколько раз в год, и это очень важный, свободный график. Здесь не бывает такого, что работодатель скажет вам, надо сделать какую-то задачу сегодня до 18.00. Маркетолог работает с продажами, все его действия направлены на увеличение продаж, поэтому задачи, которые вы будете делать, можно выполнять и вечером, и утром, и на следующий день. То есть свободный график. Это очень здорово. Профессию интернет-маркетолога я рекомендую вам освоить вместе с профессией создателей роликов. Идем дальше. Следующая интернет-профессия из нашего списка топ-10 это создатель сайтов. Я вам говорила в профессии создателей видеороликов, что технологии сильно изменились, и сейчас, чтобы создавать видеоролик, не нужно годами изучать сложные программы и обладать какими-то уникальными навыками. И с сайтами абсолютно такая же ситуация. Вы будете удивлены, но каждый из вас может за короткое время сделать сайт, на который лет 7 назад нужно было потратить несколько месяцев работы и иметь большую команду из программистов. Вот давайте проведем эксперимент. Я вам сейчас покажу два сайта, а вы попробуйте угадать, сколько времени нужно на их создание. Посмотрите первый сайт. Это сайт ветеринарной клиники. Включаю показ. Напишите в чате, как вы думаете, сколько времени, дней, недели или месяцев нужно, чтобы создать такой сайт? Так. Ага, вот второй сайт. Посмотрите интернет-магазин мебели. Включаю показ. А так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А такой сайт, как по-вашему, сколько времени нужно создавать? Включаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... для парикмахерской, для ресторанов. В общем, для любого заказчика вы сможете создавать сайты на WordPress, не ломая голову над тем, как должен выглядеть этот сайт, а используя один из профессиональных шаблонов. А чтобы сайта на WordPress сделать интернет-магазин, нужно всего лишь установить дополнительный бесплатный модуль. И вот такой будет интернет-магазин с товарами, с ценами, корзиной. Полный функционал. И чтобы установить модуль интернет-магазин, не нужно быть программистом и изучать программирование. Справится любой из вас. На курсе мы обучаем с нуля создавать любые сайты. Как записаться на курс со скидкой, узнаете в конце вебинара. Расскажу, какие сайты вы должны уметь делать, чтобы считаться специалистом профессии создатель сайтов. Первое – продающий сайт или его современное название – лендинг. Некоторые еще называют лендинг-пэйдж. Второе – интернет-магазин. Третье – информационный сайт. Четвертое – блог. Самый популярный сайт, который сейчас чаще всего заказывают работодатели – это продающий сайт или, как я уже говорила, лендинг. Лендинги – это такие одностраничные сайты, на которых продается что-то одно, какой-то товар или услуга. Профессиональные, красивые лендинги мы обучаем создавать на конструкторе Тильда. На Тильде можно создать один лендинг абсолютно бесплатно. То есть ваших вложений не потребуется. Можно научиться и работать создателем сайтов как мужчинам, так и женщинам. Любого возраста практически. Научиться можно с нуля за два месяца. На самом деле, может, даже быстрее. Просто мы с запасом взяли два месяца на курсе. Это максимальный срок. Требования к компьютеру – абсолютно любой компьютер. Потому что сайт и лендинг создаются с помощью онлайн-сервиса. Не надо скачивать программу. Чтобы создать лендинг, вы заходите на сайт Тильда, регистрируетесь там, и в режиме конструктора, передвигая блоки, меняя тексты, картинки, вы создаете сайт. Все просто. А информационные сайты, интернет-магазины и блоги мы обучаем создавать на самой популярной платформе в мире – WordPress. Платформа полностью бесплатная и довольно простая для работы. А фактически, конструкторы для создания сайтов – как кубики Лего. Из одних и тех же блоков, которые есть в конструкторах, вы можете построить сотни разных сайтов, не похожих друг на друга. Вы можете спросить, если все так просто, зачем тогда нужен обучающий курс? Дело в том, что вы должны научиться правильному расположению блоков. Представьте, что будет, если собирать наборы Лего без инструкции. Это долго, сложно, и результат, скорее всего, будет не очень. Вы должны знать, в каком порядке собирать Лего, какого цвета кубики, какого размера, какой формы брать и куда ставить. Точно так же и в конструкторах сайтов. Если вы делаете продающий сайт для компании по ремонту квартир, то вы должны знать, как расположить блоки на сайте, в каком месте информацию о компании, в каком месте цены за ремонт, в каком месте фотографии выполненных работ, какого цвета сделать фон с сайта, какого размера шрифт в заголовках и так далее. А продающий сайт, например, для службы доставки пиццы может быть совсем с другими блоками, другим цветом и размером шрифта, другими продающими элементами. На курсе мы как раз обучаем этому, как создавать продающие сайты для разных компаний, что писать на сайте, чтобы он был продающий, как создавать интернет-магазины, блоги и просто информационные сайты. Рекомендую вам обязательно изучить эту профессию. Пригодится не только в удаленной работе с заказчиком, но и для вас лично. Вы сможете создать сайт себе, например, в виде блога, и зарабатывать, как делают сейчас многие блогеры. Профессия создателей сайтов подразумевает свободный график. Можете хоть ночью работать, хоть утром, в любое время. Здесь нет такого, что заказчик говорит, что сайт должен быть завтра к 3 часам. Так обычно не бывает. Дают какой-то срок в днях. Вот пример заказа на бирже фриланса. 15 тысяч рублей платит заказчик за сайт, сделанный на конструкторе Тильда. Средний заработок, если вы будете работать создателем сайтов и лендингов, будете получать от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Поставьте плюсики, кто понял, что это интересная и востребованная профессия. Идем дальше, к следующей, четвертой профессии. Создание сайта совсем не означает, что на него сразу начнут заходить люди. Сайт нужно раскручивать, продвигать. И это целая наука, целая интернет-профессия, за которую платят даже больше, чем за создание сайта. Научитесь продвигать сайты, и вас руками оторвут в любой компании. Без раскрутки на сайт заходить никто не будет, его просто не найдут. Наверняка вы все что-то ищете в поисковых системах, Яндексе, Гугле, и видите, что поисковые системы сначала выдают вам определенные сайты. Эти сайты как раз являются раскрученными, и их посещает больше всего людей. Например, вы живете в Краснодаре и создали сайт по доставке цветов. Если вы напишите в Яндексе «Купить цветы в Краснодаре», ваш сайт никто не найдет. Он будет в самом конце поисковой выдачи, на тысячной позиции, туда никто не дойдет. И без раскрутки ваш сайт так и будет висеть далеко, на тысячной позиции, даже спустя несколько месяцев. Сами по себе сайты не раскручиваются. Итак, как раскрутить свой сайт в поисковых системах? Сейчас я вам расскажу, что необходимо знать и сделать, чтобы самостоятельно, используя бесплатные либо платные способы, продвинуть сайт в топ ведущих поисковых систем, таких как Яндекс и Гугл. По сути, раскрутка сайта складывается из двух основных факторов. Внутренняя оптимизация сайта. Сюда входит множество параметров от подбора ключевых фраз до настройки специальных ссылок, которые называются редиректы. Я не буду сейчас объяснять, что это такое, и как это сделать технически. Кто из вас пойдет учиться к нам на курс, все это подробно узнаете из пошаговых уроков. Внешнее продвижение сайта. Постепенное увеличение обратных ссылок на сайт с тематических ресурсов, социальных сетей, форумов и других источников, тем самым показывая значимость вашего сайта в глазах поисковых роботов. Обратные ссылки – это ссылки на ваш сайт, расположенные на других крупных сайтах. Например, вы зарегистрировались на каком-то форуме, написали там какую-то информацию о вашем сайте и указали ссылку. Если посетители форума будут переходить по этой ссылке на ваш сайт, это увидят поисковые системы Яндекс, Гугл и постепенно будут увеличивать рейтинг вашего сайта, тем самым поднимая его в поисковой выдаче. Чем больше будет переходов на ваш сайт с других сайтов, тем быстрее пойдет раскрутка. Внутреннюю и внешнюю оптимизацию вместе называют SEO-продвижением сайта. Я думаю, вы слышали эти три буквы. Расскажу несколько популярных способов внешнего продвижения. Первое. Раскрутка с помощью обмена ссылками. Смысл раскрутки данным способом заключается в том, что вы находите в интернете сайты со схожей или близкой к вашей тематике и договариваетесь с администраторами этих сайтов произвести обмен ссылками. Проще говоря, вы вставите ссылку со своего сайта на его, а он со своего сайта на ваш. Второе. Раскрутка при помощи бесплатных каталогов статей и сайтов. Вам требуется написать определенное количество уникальных статей со ссылкой на свой сайт и вручную разместить их в бесплатных статейных каталогах. Например, таких каталогов вы видите сейчас на слайде. Третье. Продвижение сайта с помощью бесплатных блогов-хостингов. Думаю, что вам знакомы такие популярные блоги-хостинги, как LiveJournal, живожурнал, blogger.com и другие сайты для ведения блогов и личных дневников. С их помощью можно бесплатно продвинуть свой сайт в поисковых системах. Как это сделать? Принцип такой. Создаете несколько блогов близких по тематике к раскручиваемому сайту, наполняете их текстами со ссылкой на ваш сайт и время от времени пишете в блоге уникальные тематические статьи. Четвертое. Продвижение сайта комментированием блогов и форумов. Оставить свою ссылку и получить дополнительный источник трафика можно путем добавления комментариев на различных тематических форумах и блогах. Ссылки с форумов ценятся поисковыми системами, и ваш сайт будет очень хорошо продвигаться. Пятое. Раскрутка с помощью социальных сетей, другими словами, СММ-продвижение. Смысл, способ. Привлечение трафика на продвигаемый сайт из социальных сетей. Огромная аудитория пользователей. Метод носит название СММ-продвижение. Тем самым вы получаете дополнительный трафик и повышаете доверие поисковиков к вашему ресурсу. Как организовать СММ-продвижение? Варианты. Создать и вести тематическую группу в одной из нескольких соцсетях. ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и другие. Либо воспользоваться поиском и найти группы из своей ниши, и писать в них интересные сообщения со ссылкой на свой ресурс. Дополнительно можно установить на сайт виджеты групп социальных сетей. Также кнопки поделиться, нравится и так далее. Есть и платные способы быстрой раскрутки сайта. Об этом мы уже подробно рассказываем на курсе в нашей школе онлайн-профессии «Ваш старт». Навык продвижения и раскрутки сайта очень полезный. Без работы точно никогда не останетесь. Спрос на продвижение сайтов намного выше, чем спрос на создание сайта. А специалистов по продвижению мало. В этой профессии свободный график. Работа занимает 3-4 часа в день, так как она рассчитана на длительное взаимодействие с работодателем. За один день сайт, конечно, не раскрутить. Два месяца – это средний срок раскрутки сайта. Посмотрите, какие зарплаты предлагают работодатели специалистам по раскрутке сайтов, которых, напомню, еще называют SEO-специалистами. Вот скриншот вакансии с HeadHunter. Зарплата от 100 тысяч рублей. При этом требуется опыт работы от года. Поставьте плюсики, кто понял, насколько это крутая и перспективная профессия. Отлично! Идем дальше. Следующая интернет-профессия – это личный помощник. Или его еще называют бизнес-ассистент. Личный помощник – это удаленный сотрудник, задача которого – взять на себя часть работы и сэкономить время руководителя для более важных дел и личной жизни. Второе название этой профессии – бизнес-ассистент. Кому нужен удаленный личный помощник? В интернете много направлений бизнеса, которые в основном ведется удаленно. Это различные сервисы, интернет-магазины, контентные сайты, блоги, тренинговые центры, дизайнерские агентства и так далее. В каждом таком бизнесе есть руководители, которые первоначально делают все сами. Но с развитием бизнеса руководители хотят освободить себя от рутины и нанимают личных помощников. Что конкретно делает личный помощник? Какие поручения выполняет? Что он должен уметь делать в интернете? Первое самое основное – это работать с информацией. Поиск информации в интернете, ее анализ, составление отчетов. Работодатель может дать задание, например, найти 30 информационных сайтов, на которых можно разместить статью, пресс-релиз и вы ищите сайты, которые являются СМИ, средствами массовой информации. Разные электронные журналы, выписывайте их в табличку, проводите определенный анализ по критериям и делайте на основании этого отчет. Вот это занимает чаще длительное время, несколько дней бывает, несколько недель. Далее – это простой монтаж видео, простой графический дизайн. Здесь, конечно, вы можете сказать, а как же так? Должен быть в команде какой-то отдельный видеомонтажер или дизайнер. Не всегда. Чаще всего личного помощника нанимают для того, чтобы он умел делать все. И если работодатель – начинающий бизнесмен, и у него нет большого бюджета, чтобы брать большую команду специалистов, он берет одного личного помощника и дает ему все поручения. Но зато хорошо оплачивает работу. Конечно же, если предприниматель крупный, то у него есть деньги на привлечение фрилансеров. И когда ему надо сделать монтаж видео, он все равно отдаст задание личному помощнику, а личный помощник уже запрашивает бюджет на фрилансеров и занимается поиском фрилансеров. Следующая задача для личного помощника – рассылка писем, редактирование сайта, общение с партнерами, с командой, работа в разных онлайн-сервисах, работа с соцсетями и YouTube-каналами, например, создание YouTube-канала, загрузка видео, продвижение YouTube-канала. Этому всему, естественно, можно научиться. И простому монтажу, и дизайну, и работе в популярных онлайн-сервисах – все это за два месяца. Есть курс по подготовке личных помощников. Можно всем этим делам быстро научиться. И важное преимущество при трудоустройстве на удаленную работу – это сертификат, который вы получите по окончании обучения на курсе в школе «Ваш старт». Когда потенциальный работодатель увидит, что у вас есть сертификат, подтвердающий квалификацию, то ваши шансы на трудоустройство возрастают в разы. Плюсы и минусы профессии личный помощник. Начну с преимуществ. Первое. Постоянное развитие. Работать напрямую с предпринимателем, перенимать его знания и опыт, смотреть на то, как он ведет свой бизнес – это самый жирный плюс данной профессии. Второе. Свобода передвижения. Работать личным помощником можно чаще всего с мобильника. У вас появится больше времени, не нужно будет постоянно сидеть перед компьютером. Сможете работать и в путешествиях в разных местах мира. Комфортный и гибкий график работы. Вы сами планируете рабочий день в соответствии со своими желаниями и потребностями. И хорошая зарплата или дополнительный доход. Из недостатков могу выделить то, что работа личным помощником удаленно, при полной занятости и многозадачности, требует быть постоянно на связи с работодателем. Иногда подстраиваться под его рабочий режим. Идем дальше. Половину прошли. Шестая популярная профессия для удаленной работы – это дизайнер. Я думаю, многие из вас представляют, что делает дизайнер. Но я расскажу, какие конкретно бывают дизайнеры в интернете. Сколько они зарабатывают это. И как вам, новичкам, освоить эту творческую профессию и стать профессиональным дизайнером. Дизайнер в интернете – человек незаменимый. Он может все. Разработать логотип, фирменный стиль компании, дизайн сайта и лендинга, оформить группу ВКонтакте, нарисовать рекламный баннер, сделать визитки, сделать иллюстрации для блога, обработать фотографии и многое другое. Как вы думаете, должен ли дизайнер им интересовать? Напишите в чате. Важная вещь, которую вы должны запомнить. Дизайнер не рисует. Рисуют художники и иллюстраторы. То есть рисовать не надо уметь и учиться рисовать вам не придется. Это не нужно в профессии дизайнера. Дизайнер должен владеть основами композиции, уметь пользоваться шрифтами, знать колористику. Также он обязан постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки и разбираться в последних тенденциях моды и стиля в своей области. Не пугайтесь того, что вы новичок и никогда не создавали никакой графики и никогда не работали в графических программах. Сейчас есть разнообразные шаблоны, которые можно брать и использовать в вашей работе. Я вам дам сайт, на котором вы сможете найти тысячи профессиональных шаблонов, которые можно использовать в работе. Здесь собраны логотипы, фоны для сайтов, шрифты, шаблоны печатной продукции, визиток, дисков, паннеров и еще очень много всего. Ну тут уже вы можете черпать идеи, когда у вас нет вдохновения. Конечно, чтобы стать дизайнером, нужно пройти обучение на курсе, но шаблоны помогают упростить процесс обучения и сократить срок обучения. Если несколько лет назад надо было обучаться дизайну минимум полгода, то сейчас вы можете стать специалистом всего за два месяца. Дизайнеру не нужно сидеть в офисе. Он работает из дома, общается с заказчиком через интернет и результаты своей работы передает в виде графических файлов. Профессия дизайнер является одной из самых популярных на рынке труда. И это объяснимо. Работа дизайнера, потому что заключается в том, чтобы сделать нашу жизнь красивой и удобной. Работа дизайнера хорошо оплачивается, но чтобы достичь успеха, ему придется много трудиться. Кто нуждается в услугах дизайнеров? Профессии дизайнера пользуются большим спросом. Без профессиональных дизайнеров не обходятся рекламные агентства, дизайнерские студии, интернет-издательства, веб-студии, инфобизнесмен. Особой популярностью пользуются профессии веб-дизайнера. Хорошего веб-дизайнера охотно возьмут на работу как веб-студии, так и частные лица, индивидуальные предприниматели, инфобизнесмены, блогеры и так далее. Сколько зарабатывает дизайнер? Работа дизайнера кропотливая и творческая. Заработки зависят в основном от опыта, квалификации, профессиональных навыков. Например, доход веб-дизайнера во многом зависит от сложности выполняемых работ, времени, затраченного на создание дизайна, а также профессионального уровня. В среднем заработок может колебаться от 30 000 рублей до 70 000 рублей и выше. Ваша зарплата напрямую будет зависеть от вашего профессионализма, а также от сложности проекта. Озвучу примерные расценки на работу дизайнера-новичка. Визитки 400-500 рублей. Логотип 1500-2000 рублей. Баннер для группы ВКонтакте 400-500 рублей. Дизайн группы ВКонтакте меню плюс аватарка 1000-1500 рублей. Конечно, это очень усредненные цены, взятые на бирже фриланса. Да, цены невысокие, но для новичков такие заказы – отличный шанс наработать портфолио, потому что дизайнер без портфолио ничего не стоит. К слову, профессионалы за такие виды работ берут в 3-4 раза больше. Так что, как только вы наберетесь опыта и пополните портфолио, можно смело повышать расценки на свои услуги. Виды дизайна и обязанности специалистов. Графический дизайнер. Это специалист, который создает оболочку, фирменный стиль и логотипы. Визитки, рекламные баннеры, обложку для дисков, упаковку для различных товаров и т.д. Ключевая задача оболочки – привлекать, продавать, продвигать бренд. Одновременно с этим необходимо помнить и о практическом значении каждого предмета. Насколько удобна будет эта упаковка для шоколадки или коробка для конфет? Будут ли приятны глазам смотрящего подобранные цвета и шрифты? Станет ли фирменный стиль узнаваемым? Все это зависит от дизайнера, его таланта и профессионализма. Веб-дизайнер – это одна из наиболее востребованных профессий. Вы замечали, как могут различаться между собой сайты одной тематики с примерно одинаковой структурой? На одних все понятно и доступно, на других невозможно найти нужную информацию, даже номер телефона. Дизайн – это первое, что видят пользователи на сайте. Визуальное отражение функциональных возможностей и позиционирование компании. Здесь недостаточно создать красивую картинку. Важно учесть, как будет верстаться сайт при передаче макета программисту. Насколько он будет удобным для пользователя? Профессия веб-дизайнер требует понимания принципов работы сайта и реализации опций. Здесь нужно не столько уметь красиво рисовать, сколько знать основы маркетинга, о котором мы говорили столько. Дизайнер интерьеров. Обыватели понимают под профессией умение подобрать и красиво расставить в помещении мебель. Иногда выбрать обои. На самом деле профессия дизайнер интерьера намного сложнее. Интерьер – все, что внутри. Не только мебель и отделка, но и освещение, коммуникации, архитектурные группы. Специалист должен создать не только красивый, но и функциональный интерьер. Он должен продумать отделку, меблировку, расположение осветительных приборов, проход коммуникации и установку оборудования. Он должен разработать концепцию помещения, в котором будет удобно жить или работать, который будет решать поставленные задачи. Какие личные качества должны быть у дизайнера? Дизайнер должен быть усидчивым, целеустремленным, способным часами сидеть, придумывая и создавая что-то новое. Необходимо быть креативным, понять и уметь воплощать в жизнь задумки клиента. Дизайнеру необходимо следить за всеми новинками в выбранной сфере дизайна, чтобы предлагать клиентам актуальные услуги. Для того, чтобы вырасти профессионально и расширить клиентскую базу, дизайнеру нужно стремиться работать в нескольких смежных областях дизайна. Например, вы начинаете изучение профессий с графического дизайна, с логотипов, баннеров, потом переходите к веб-дизайну, то есть к дизайну сайтов и ландингов. Веб-дизайнер определяет, где и какие элементы будут находиться на будущем сайте, как они будут оформлены, каким образом на экране компьютера будет отображаться взаимодействие пользователя с элементами сайта. Например, как изменится кнопка о форме при наведении курсора или внешний вид ссылок при том же действии. Как свернется меню при изменении масштабов экрана. Раньше перед веб-дизайнерами ставили задачу сделать сайт красивым. Сегодня веб-дизайнерам важнее сделать дизайн удобным для пользователей. Растет важность грамотной проработки интерфейсов. Внимание к деталям. Чтобы создавать дизайн продающих сайтов, необходимо быть одновременно и дизайнером, и немного интернет-маркетологом. Чтобы понимать, что должно быть на первом экране сайта, чтобы посетитель быстро за 4-5 секунд понял, что на этом сайте ему предлагают. Если вы сделаете красивый сайт, но не продающий, посетитель закроет его, и ваша красота потеряет смысл. Вам необходимо получить качественное образование по дизайну и освоить популярные программы. Главный инструмент в работе дизайнера – компьютерные программы Adobe Photoshop и Illustrator. В зависимости от того, чем занимается графический дизайнер, он пользуется той или иной программой. На нашем курсе в школе онлайн-профессии «Ваш старт» вы сможете сводить все популярные графические программы, и если вы не захотите работать самостоятельно на биржах фриланса, мы будем помогать вам с трудоустройством. К интернет-предпринимателям или в студии дизайна, веб-студии или рекламные агентства работодателей очень много. Таким образом, профессия дизайнер может стать настоящим призванием для творческих и креативных людей, которые не привыкли к монотонной, к рутинной работе, а мечтают творить, делать мир прекраснее, получать хорошую зарплату. Работы удаленно, из дома или путешествуя. Как вам эта профессия? Напишите в чате, кому понравилось. Кто захотел освоить навыки и стать дизайнером? Хорошо. В конце вебинара я расскажу, как вам записаться на наш обучающий онлайн-курс и получить сертификат специалиста. Седьмая интернет-профессия – это копирайтер. Если вы любите переписываться с друзьями в интернете, если вы любите письменный текст и с его помощью вы способны складно, интересно и захватывающе рассказать о разных вещах, то вы вполне сможете писать тексты на заказ, выбрав профессию копирайтера. Кто такой копирайтер и какие тексты он пишет? Копирайтер пишет только продающие тексты. Обратите внимание на слово «продающие», потому что есть обычные информационные статьи на сайтах. Это пишет не копирайтер, это пишет обычный редактор, контент-менеджер. Продающие тексты, которые пишет копирайтер – это тексты рекламных объявлений, описаний товаров, услуг на сайте, тексты для продающих видеороликов, посты в соцсетях, продающие письма для e-mail рассылок и так далее. Есть похожие смежные профессии – это рерайтер, попроще, и писатель, посложнее. А рерайтер – это специалист, который способен прочитать текст и изложить его другими словами, не искажая главного смысла. Потребность в этой специальности появилась с активным ростом сайтов и блогов. Ресурсам, чтобы не быть похожими друг на друга, нужен уникальный контент – статьи. Поэтому труд рерайтеров стал очень востребованным и нужным. А писатель – это человек, способный не просто писать, а создавать более серьезные вещи – статьи для газет и журналов, мини-книги, информационные продукты и так далее. В идеале, конечно, быть разносторонним специалистом, уметь писать и продающие тексты, и быть рерайтером, и писателем. Вы будете очень ценным сотрудником у работодателя. Но кто же заказчики труда, копирайтера, рерайтера, писателя? Конечно, это сайты, блоги, форумы, информационные порталы. Все серьезные интернет-ресурсы заинтересованы в уникальном контенте. Это позволяет им подниматься в рейтингах, занимать топовые позиции, привлекать посетителей, которые приходят за информацией через поисковые системы. Второе. Интернет-магазины. Товары в сети нельзя пощупать, поэтому описание продаваемой продукции восполняет этот пробел. Также это возможность выгодно переподнести свой товар. Рекламное агентство и интернет-компании. Составление слоганов, текстов рекламного характера – это тоже хлеб копирайтеров, которые мастерски владеют словом и креативным мышлением. Инфобизнесмены. Информационный продукт становится таким же предметом торговли, как и обычные товары. За ценную и полезную информацию платят деньги, поэтому интернет нуждается в инфопродуктах, мини-книгах, продающих текстах, обучающих курсах. Порталы развлекательной тематики. Написание художественных рассказов, поздравительных стихотворений, детских сказок, составление тостов, притч, мотиваторов, сценариев – это сфера, где может развернуться свои таланты копирайтер-писатель. Такая тематика очень востребована и пользуется у интернет-использователей огромной популярностью. И это только самые популярные варианты. В принципе, работая копирайтером, можно не жаловаться на отсутствие работы и постоянного дохода. Сколько зарабатывают копирайтеры? Доход копирайтера зависит от количества написанных знаков и цене за них. Чем больше написано, тем солиднее заработок. Чем профессиональнее копирайтер, тем выше стоимость его услуг. Поэтому диапазон заработка достаточно велик – от 20 до 100 тысяч рублей в месяц. Нужно ли учиться на копирайтер? Чтобы получать скромные деньги, можно обойтись без специальных знаний. Многие так и работают. Однако, если вы рассчитываете на хороший доход, нужно научиться не только интересно и грамотно писать, но и постичь тонкости написания текстов для интернета. Например, заказчики часто требуют писать тексты с SEO-оптимизацией, то есть с употреблением ключевых слов. Также для бизнеса требуются продающие тексты с использованием необходимых триггеров внимания. На нашем курсе в школе «Ваш старт» мы обучаем всем трем видам написания текстов – и копирайтеров, и рерайтеров, и писателей. Вы можете спросить, а зачем изучать все три специализации? Опять же, чтобы зарабатывать больше денег удаленно, чтобы быть ценным сотрудником у работодателя. Сегодня есть заказ на продающий текст, завтра заказ на написание обычной статьи для СМИ. Следующая восьмая профессия – это SMM-менеджер. Кто знает, что такое SMM, напишите в чате. Кто не знает, поставьте минус, пожалуйста. Давайте разберем, что такое SMM, а потом уже, кто такой SMM-специалист. В переводе с английского – маркетинг в социальных сетях. Это комплекс действий, нацеленных на взаимодействие с людьми. Через социальные сети – ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук и т.д. SMM помогает донести информацию о товаре или услуге до потенциальных клиентов с помощью интересного, вовлекающего контента и прямого общения с аудиторией. Контент – это тексты, картинки и видеоролики. SMM-специалист – это человек, который занимается развитием аккаунта работодателя в социальных сетях, в одной или в нескольких сразу, и отвечает за привлечение подписчиков, за общение с ними и формирование у них положительных ассоциаций с брендом. Грубо говоря, задача SMM-щика – ненавязчиво направить подписчиков на выполнение необходимого для работодателя целевого действия, например, купить продукт, перейти на сайт и т.д. Что конкретно должен делать SMM-менеджер? Разрабатывать стратегию присутствия компаний в социальных сетях для повышения потока клиентов, увеличения лояльности к бренду, отстройки от конкурентов и т.д. Создавать оформление тематических групп и сообществ. Составлять контент-план. Генерировать контент. Контент – это главное оружие SMM-щика в борьбе за клиентов. Контент обучает подписчиков, развлекает, вовлекает и в конечном итоге продает им продукт. Хороший специалист должен понимать разницу между рекламными, развлекательными, обучающими и вовлекающими публикациями. Работу с контентом можно вывести в два главных пункта. Пункт первый – умение писать хороший текст. Контент в соцсетях – это в большинстве в своем текст. Умение написать вовлекающий аудиторию диалог текст – это главный и самый необходимый навык SMM-специалиста. Пункт второй – поиск или создание фото-видеодополнений к посту. Помимо текста специалист должен подбирать правильные изображения и видеоматериалы, которые зацепят целевую аудиторию. Что еще должен делать SMM-менеджер? Продвигать группы и сообщества. Анализировать показатели и корректировать действия по продвижению в зависимости от результата. Общаться с подписчиками в соцсетях. Отвечать на их вопросы, проводить опросы, конкурсы и т.д. Это 7 основных обязанностей SMM-менеджера. У вас нет опыта, но вы сразу хотите идти в бой и пробивать себе путь наверх. Ну тогда вам повезло. Есть множество компаний, которые готовы взять на удаленную работу SMM-специалиста без опыта. Открываете любой сайт вакансий и вбиваете в поиск SMM. Затем ставьте фильтр «Без опыта» и смотрите количество вакансий. Например, на одном только сайте HeadHunter я нашла 354 вакансии в SMM-сфере. Причем оплата специалиста без опыта варьируется от 20 до 60 тысяч рублей. Посмотрите, в пример вакансии SMM-специалист зарплаты 40 тысяч рублей и без опыта. А сколько можно зарабатывать, если набраться опыта? Максимальная зарплата варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. Но при этом опыт работы должен быть от 3 лет. Тут уже вам решать, насколько сильно вы хотите продвинуться в этой сфере. Просто помните, что денежный потолок у SMM-специалиста достаточно высок. Вот пример вакансии до 200 тысяч рублей предлагают SMM-специалисту с опытом. Идем дальше. Предпоследняя девятая профессия – это оператор колл-центра. Профессия для тех, кто не любит сидеть за компьютером. Многие ошибочно думают, что оператор колл-центра – это продавец, который целый день должен кому-то звонить и втюхивать разные товары и услуги. На самом деле, большинство звонков у оператора колл-центра – это информирование без всяких продаж. По сути, вы просто болтаете по телефону и получаете за это деньги. Кто любит болтать по телефону, поставьте, пожалуйста, плюсики. Давайте разберем, каким конкретно оператором вы можете работать удаленно, прямо из дома. Менеджером по работе с клиентами. Обязанности информировать существующих клиентов в компании о новых продуктах или услугах. Специалистом клиентского сервиса. Здесь вы будете помогать клиентам в решении различных вопросов. Например, рассказывать, где находится сервисный центр по ремонту продукции, сколько времени будет идти ремонт и так далее. Специалистом горячей линии. Здесь обязанности обрабатывать все входящие звонки. Сотрудникам технической поддержки. Например, в банке рассказывать по телефону, как зайти в онлайн-банк, сделать какой-то платеж. Администратором. В салонах красоты, медицинских клиник и других организациях администратор часто находится дома, не в офисе и записывать людей на стрижку, например, или на прием к врачу. Диспетчером. Здесь вы связываете клиенты и исполнители. Например, в такси, доставке воды, доставке продуктов и так далее. Как видите, вариантов работать с оператором в колл-центре очень много. И миллионы компаний нуждаются в хороших подготовленных операторах. Вы болтаете по телефону и получаете все это деньги. Замечательная профессия. Конечно, нужно учиться на курсе для того, чтобы не только получить сертификат специалиста, но и обладать нормами делового общения, культурой речи, этикетом телефонного разговора, навыками ведения профессионального диалога с клиентом, навыками управления собственным голосом. Научиться правильно приветствовать клиента, правильно задавать вопросы, правильно перевести звонок, правильно дать ответы, грамотно завершать телефонный разговор. Вы должны научиться наиважнейшему навыку телефонного общения. Это умение соблюдать правильную структуру делового телефонного разговора. Конечная цель обучения, чтобы по вашему голосу и вашей речи клиент чувствовал, что он позвонил в солидную и надежную компанию, в которой ему ответил грамотный и компетентный специалист. Вот смотрите пример вакансии. От 40 до 50 тысяч рублей предлагают зарплату, и это без продаж. Просто информирование клиента. Фактически оператор колл-центра – это одна из самых простых профессий с хорошей зарплатой. График работы довольно часто по часовой, с утра до обеда или с обеда до вечера, что довольно удобно. Ну а теперь мы переходим к заключительной профессии из нашего списка топ-10 самых востребованных и прибыльных профессий в интернете. Профессия – это специалист по рекламе или ее еще называют трафик менеджер. Она находится на 10 месте не потому, что она хуже, чем все предыдущие. Просто я решила оставить напоследок самое вкусное. Профессия специалист по интернет-рекламе должна понравиться большинству из вас. И сейчас вы поймете почему. В отличие от всех остальных профессий, здесь есть скрытая возможность зарабатывать пассивно. У вас будет больше свободного времени и больше денег. Я специально поставила эту профессию в конце, чтобы вы могли сравнить ее с предыдущими профессиями и понять преимущества специалистов по рекламе. Смотрите, в чем секрет. А если вы работаете копирайтером, например, или создателем видеороликов, или дизайнером, то чтобы зарабатывать деньги, вам нужно постоянно что-то делать. Писать новый текст, создавать новый контент, видеоролик или разрабатывать новый логотип. В этих профессиях не может быть такого, что вы ничего не делаете в данный момент времени, а деньги идут, зарплата начисляется. Такого нет. Хотите заработать больше – делайте больше роликов, пишите больше текстов, создаете больше логотипов. Когда вы просто пошли погулять, заработок ваш стоит, деньги вам не идут. В профессии специалист по рекламе – все наоборот. Деньги вам идут, когда вы ничего не делаете. Звучит нереально, но это так и есть. Вам нужно один раз создать рекламное объявление в Яндексе, в Гугле или в соцсетях, запустить сети объявлений и дальше ваша задача только изредка поглядывать в рекламный кабинет, следить за статистикой показов рекламы и анализировать результаты. Нет необходимости сидеть каждую минуту, каждый час перед компьютером. Рекламу запустили, и она может работать несколько дней без вашего участия. Понимаете, насколько это круто? Через несколько дней вы придумываете новые рекламные объявления и снова запускаете рекламу. И снова у вас будет достаточно свободного времени, когда вы можете заниматься своими делами. А деньги будут идти, и зарплата ваша будет начисляться. Сейчас расскажу более подробно, почему это происходит и какая бывает реклама в интернете. Профессия специалист по рекламе похожа на профессию интернет-маркетолог, но она более простая. Реклама – это часть маркетинга. Маркетолог делает больше разных задач. Он, напомню вам, строит всю цепочку и описание продукта компании, сайт, соцсети, реклама, продажи. За каждый из этих элементов отвечает маркетолог. Да, здесь тоже есть возможность некоторое время ничего не делать, и заработок не будет останавливаться. Потому что есть, опять же, напомню, автоматизированные воронки продаж, которые маркетолог один раз создает, настраивает. И дальше тоже при определенных условиях можно много времени заниматься своими делами. В крупных компаниях маркетолог работает вместе со специалистом по рекламе. А в мелких компаниях очень часто маркетолог и специалист по рекламе – это одно и то же лицо. Итак, какую рекламу настраивает в интернете специалист по рекламе? Первое – контекстная реклама в Яндексе или в Гугле. Вы ее видите всегда, когда что-то ищите в интернете. Заходите в Яндекс, например, и ищите, как похудеть, как выучить английский, где купить телефон подешевле, рецепт пирога. И всегда сначала Яндекс покажет вам рекламное объявление. Вот на слайде сверху – это реклама. Она состоит из заголовка, описания и ссылки на сайт заказчика. Каждый из вас сможет создать такую рекламу. Тут не надо обладать каким-то особым складом ума или какими-то уникальными знаниями. Получить навыки создания рекламы можно менее чем за два месяца на нашем курсе в школе «Ваш Старт». Вот другой пример рекламы – уже с картинками. Практически на каждом сайте есть рекламные блоги от того же Яндекса и Гугла. Здесь задача специалиста по рекламе – подобрать еще и цепляющую картинку. Не пугайтесь, самому рисовать ее не надо. То есть специалист по рекламе не должен быть дизайнером. Картинки обычно подбирают в том же поиске Яндекса, бесплатной выдачи. Либо картинки дает сам рекламодатель, например, фотографии рекламированного товара или фотографии людей, если вы рекламируете какие-то обучающие курсы. Что вам нужно для создания рекламных объявлений? Зайти в специальный рекламный кабинет. Придумать заголовок объявлений. Придумать текст объявлений. Подобрать картинку. Поставить ссылку на сайт вашего рекламодателя. Указать целевую аудиторию и географию показа объявлений. Подобрать ключевые слова, по которым должна показываться реклама. И указать желаемую стоимость показа рекламы, исходя из месячного рекламного бюджета вашего работодателя. Вы все это делаете, запускаете рекламу и дальше, как я уже говорила, реклама работает без вашего прямого участия. Вы можете пойти погулять и заниматься своими делами. Нужно только периодически заходить в рекламный кабинет, смотреть статистику показов и при необходимости вносить изменения в объявления или увеличивать стоимость показов. Реклама запущена, объявления показываются. Кто-то по ним переходит на сайт работодателя. Кто-то что-то заказывает у него. И вот так это выглядит, если описать простыми словами. Конечно, есть нюансы. Если бы все было совсем просто, все бы были миллионерами. Иногда реклама работает не так, как надо. И вы должны понимать, что изменить в объявлениях, чтобы они работали эффективно. Чтобы стать настоящим специалистом по рекламе, которого будут хотеть работодатели, нужно пройти обучающий курс, получить сертификат специалиста. Еще один популярный вид рекламы в интернете, который вы должны освоить, это таргетированная реклама в социальных сетях. Самая популярная это реклама ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграм. Ее отличие от контекстной рекламы в том, что вы показываете таргетированную рекламу людям, которые ничего не ищут, но могут заинтересоваться и купить рекламируемый товар или услугу. Здесь очень много настроек в плане выбора аудитории, кому показывать рекламу. И здесь вам нужно будет немного понимать маркетинг, чтобы не слить в трубу рекламный бюджет работодателя. Например, ВКонтакте вы можете показывать рекламу девушкам из Москвы от 20 до 25 лет, у которых есть дети от 1 до 3 лет, и которые живут в определенном районе Москвы, и даже на определенной улице. Представляете, как узко можно настроить показ рекламы? Не показывать всем 150 миллионам жителям России, как это делают в телевизоре, а выбираем ту аудиторию, которая максимально точно подходит для рекламируемого товара или услуги. А реклама в интернете нужна всем компаниям. И салонам красоты, и автосервисам. Не только тем, кто что-то продает в интернете, но и тем, кто находится в определенном районе определенного города. И им нужны клиенты именно с этого района, близлежащих улиц. Поэтому специалист по рекламе – это очень ценный, нежеланный, удаленный сотрудник для большинства компаний. Освоив навыки создания рекламы, без работы вы точно не останетесь. А денег здесь вы сможете зарабатывать столько, сколько надо, чтобы закрыть все ваши хотелки. И на путешествие 3-4 раза в год будет хватать. Возможностей для карьерного роста в рекламе и роста вашей зарплаты очень много. Во-первых, вы можете зарабатывать сразу у нескольких работодателей удаленно. Во-вторых, вы можете сводить все популярные каналы рекламы в интернете и стать еще более крутым специалистом. В-третьих, вы можете настраивать рекламу для продажи чего-то своего, своих услуг или товаров. Другими словами, вам не составит труда создать свой бизнес, если вы научитесь рекламировать практически что угодно. Ведь хорошему специалисту по рекламе не важно, что рекламировать. Он с одинаковым успехом может создать рекламные объявления и для рекламы автосалона, и для рекламы курса «Как похудеть». Принципы создания рекламы в интернете одинаковы для товаров и услуг. А напишите плюсики, кто понял, насколько крутая профессия специалист по рекламе и насколько невероятные возможности она дает удаленному сотруднику. Итак, друзья, я вам рассказала про ТОПС 10 самых востребованных и прибыльных интернет-профессий. Все эти профессии очень востребованы, нужны каждой компании. Есть и другие, конечно, профессии. Они требуют специального склада ума, долго изучают, например, программирование или веб-аналитика. А наши ТОП-10 профессий подходят для большинства, независимо от возраста, опыта и места жительства. Напишите, пожалуйста, кому какая профессия понравилась больше и какую вы выбрали для себя. Так, Ольга выбрала маркетинг. Елена, создание роликов. Евгений, специалист по рекламе. Анна, все профессии понравились. Отлично. Сергей, дизайнер. Валентина, ролики. Ирина, специалист по рекламе. Отлично, друзья. Сейчас перед вами стоит выбор. Оставить все как есть и продолжить работать там, где вы сейчас работаете. То есть продолжить страдать от постоянного недостатка денег, либо освоить навыки одной или нескольких интернет-профессий. Устроиться на удаленную работу и кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. Скажу честно, самостоятельно найти удаленную работу и зарабатывать хорошие деньги в интернете довольно непросто. Нужно обучаться на курсах, нарабатывать опыт на стажировках и получить сертификат специалиста. Мы готовы вам в этом помочь. Взять за руку, обучить, выдать сертификат и довести до трудоустройства. Кто хочет, напишите «Я». Вижу, многие заинтересовались. Отлично. Приглашаю вас на курс по удаленной работе в школу онлайн-профессий «Ваш старт». Это двухмесячный практический тренинг, в результате которого вы получите очень востребованную и прибыльную современную интернет-профессию или даже несколько профессий. Сейчас в интернете много кто продает разные курсы по удаленной работе, но практически никто не помогает вам с трудоустройством после обучения. А в нашей школе есть свое кадровое агентство, в котором работают менеджеры по поиску вакансий, карьерные консультанты, которые помогают вам составить резюме и подготовиться к интервью с работодателем. Всех учеников, кто хочет работать удаленно, мы доводим до трудоустройства. Скоро я подробно расскажу, как у нас проходит трудоустройство после обучения. А пока расскажу о курсе. Смотрите, в нашей школе онлайн-профессии есть курсы по 10 основным интернет-профессиям, о которых я сегодня рассказала вам. Создатель видеороликов, интернет-маркетолог, создатель сайтов, продвижение сайтов, личный помощник, дизайнер, копирайтер, смм-менеджер, оператор колл-центра, специалист по рекламе. Вы оплачиваете доступ в школу «Ваш старт» на неограниченный срок, получаете доступ ко всем 10 курсам и обучаетесь в удобном для вас ритме. Можно просто пройти обучение по одной или нескольким профессиям за 2 месяца, дать экзамен и получить сертификат. Можно за 3 месяца, как вы сами захотите. Вы оплачиваете один раз доступ в онлайн-школу, ко всем курсам, изучаете столько профессий, сколько сами захотите, чтобы зарабатывать еще больше на удаленной работе. Кто понял, насколько это классно, поставьте плюсики в чат. Доступ в школу постоянный. Даже если через 2 года или 5 лет вы сможете обучаться актуальным интернет-профессиям. Также вам будут доступны все обновления курсов. Каждый год мы обновляем уроки, добавляя в них изменения, которые происходят в разных онлайн-сервисах и программах. Обновления для вас бесплатные. Средний срок изучения одной профессии 2 месяца. Но вы можете изучить за 1 месяц и начнете работать. 2 месяца это средний срок, потому что все ученики учатся в своем ритме. Если вы не знаете, с какой профессии начать обучение, не знаете, какая профессия вам подойдет, то у нас есть очень опытные карьерные консультанты, которые помогут сделать правильный выбор. Получив доступ в школу онлайн-профессии «Ваш старт», вы навсегда закроете вопрос с удаленной работой. Причем можете обучаться не только вы, но и ваша семья. Да, мы даем 4 доступа в личный кабинет для вас и членов вашей семьи ко всем 10 профессиям. У нас такая социальная миссия. Мы хотим дать возможность обучиться и перейти на удаленную работу как можно большему количеству человек. Сейчас я расскажу вам, как записаться в школу онлайн-профессии «Ваш старт» и про стоимость. Есть 3 пакета доступа в школу. Пакет «Фрилансер», пакет «Трудоустройство» и пакет «Премиум». Пакет «Фрилансер» – это обучение интернет-профессиям без доведения до трудоустройства. То есть, если вы просто хотите изучить профессии и зарабатывать в интернете как фрилансер. Здесь у вас будет полноценный доступ в школу ко всем 10 профессиям, ко всем урокам с домашними заданиями и поддержкой кураторов. Пакет «Трудоустройство» – это также полный доступ в школу ко всем 10 профессиям плюс взаимодействие с карьерными консультантами и менеджерами по трудоустройству нашего кадрового агентства. В этом пакете мы доведем вас до гарантированного трудоустройства на удаленную работу в течение двух месяцев после сдачи экзамена. Пакет «Премиум» – это все то, что есть в пакете трудоустройства плюс индивидуальное обучение с поддержкой по скайпу. Здесь добавляю скайп со звоном с кураторами. Пакет «Премиум» – он для тех, кто хочет быстрее получить навыки интернет-профессии и быстрее дойти до трудоустройства. Каждый из трех пакетов подразумевает постоянный доступ к школе, к 10 интернет-профессии без ограничений по времени для вас и вашей семьи. Теперь по стоимости. Обычно мы продаем пакет «Фрилансер» за 20 000 рублей, пакет «Трудоустройство» за 30 000 рублей и пакет «Премиум» за 50 000 рублей. Ближайший поток обучения начнется 30 числа следующего месяца. И сейчас, пока идет ранняя регистрация, вы сможете записаться на обучение с хорошей скидкой. Оформляя заявку в течение 45 минут, вы получаете следующие цены. 14 700 рублей за пакет «Фрилансер». 19 700 рублей за пакет «Трудоустройство». И за пакет «Премиум» 34 700 рублей. И это, повторю, цена не за один курс спадной профессии, а за полный доступ в школу онлайн-профессий ко всем 10 популярным и востребованным профессиям. Доступ для вас и вашей семьи. Модератор сейчас скинет в чат ссылку, переходите по ней и оформляйте заказ. Следующий поток будет только через год, поэтому используйте ваш шанс и успейте записаться на ближайший поток с хорошей скидкой. Набор в школу у нас ограничен. Мы берем на ближайший поток только 50 человек, потому что обучение идет с полноценной обратной связью, полноценным обучением интернет-профессии и доведением до реального работодателя. То есть мы просто физически не сможем работать с большей группой учеников, поэтому прямо сейчас, пока действует скидка для участников мастер-класса, переходите по ссылке, которая сейчас уже в вашем чате, вот скинул модератор, и выбирайте подходящий вариант обучения. На обучение у нас действует тройная гарантия. Мы гарантируем, что вы освоите навыки интернет-профессии, мы гарантируем, что устроим вас на удаленную работу и гарантируем возврат денег, если у вас изменятся обстоятельства. Давайте я сейчас расскажу, как проходит процесс обучения и трудоустройства. В удобном личном кабинете вы общаетесь с куратором и решаете, с какой профессией начать обучение. Если сомневаетесь и не можете выбрать, куратор задаст вам ряд вопросов, проведет собеседование и поможет сделать правильный выбор. Вопросы – это о том, как вы хотите, чтобы складывалась ваша жизнь, сколько времени хотите работать, по каким дням, сколько денег зарабатывать и так далее. После этого вы получаете доступ к первому уроку курса, изучаете его, выполняете домашние задания, и если есть вопросы по уроку или по заданию, спрашиваете куратора. Куратор проверяет домашнее задание, если все правильно, открывает вам доступ к следующему уроку, либо говорит, какие недочеты и что исправить. Сделали домашнее задание второго урока, куратор проверил и открыл доступ к третьему уроку и так далее. Один раз в неделю проходят поддерживающие онлайн-вебинары, на которых обсуждаются любые вопросы по обучению. Такие вебинары для всех учеников, то есть вы можете послушать, как обучаются ваши коллеги на другом курсе, в другой профессии. В том числе такие вебинары нужны и для мотивации, чтобы вы не бросали обучение. Если у вас какая-то серьезная проблема, что-то не получается, куратор звонит вам по скайпу, показывает, как и что надо делать, чтобы решить проблему. А вообще у нас в обучении нет ничего лишнего. Убрана вся вода. Если в обычном университете учится 5 лет, то в школе ваш старт, вы можете стать специалистом в среднем за 2 месяца. При этом все равно сохраняется удобный для вас ритм, чтобы обучение приносило вам удовольствие. В среднем обучение будет занимать у вас 1,5-2 часа в день. В конце, после всех уроков, вы сдаете экзамен. При условии, что вы будете выполнять все домашние задания, внимательно изучать все уроки, то проблем при сдаче экзамена никаких не будет. Издали экзамен, стали специалистом, получили сертификат. Дальше удаленная работа, зарплата на карту и начинаете новую жизнь с путешествиями, финансовой свободой и другими прелестями, которых раньше у вас не было. Теперь расскажу, как происходит трудоустройство. Наша школа онлайн-профессий имеет свое кадровое агентство, которое помогает ученикам трудоустраиваться на удаленную работу. После окончания обучения по одной из профессий вы получаете сертификат специалиста и попадаете в руки карьерного консультанта нашего кадрового агентства. Карьерный консультант – это ваш лучший друг, который будет вести вас до трудоустройства на удаленную работу. Вы заполняете анкету, обозначаете свои потребности и пожелания по удаленной работе, сколько часов хотите работать, какую зарплату хотите получать, нужен ли вам свободный график и так далее. Карьерный консультант фиксирует вашу заявку и начинает взаимодействие по трудоустройству. Для вас это абсолютно бесплатно. Вы один раз оплачиваете доступ в школу онлайн-профессий, а услуги кадрового агентства по доведению вас до трудоустройства уже включены в стоимость, с исключением пакета «Фрилансер». Взаимодействие кадрового консультанта с вами начинается с индивидуальной консультации по скайпу. Далее мы помогаем вам составить правильное резюме, делаем шаблоны резюме по конкретной профессии и видеоматериалы для подготовки к интервью с работодателем. Пока вы пишете резюме и изучаете материалы, менеджеры нашего кадрового агентства подбирают вам вакансии. То есть вы сами не будете искать удаленную работу, это делают наши менеджеры с помощью различных онлайн-сервисов, сайтов с вакансиями и используя нашу большую базу работодателей, которые постоянно обращаются к нам для подбора специалистов. Также для наших учеников мы пишем сопроводительное письмо с рекомендациями. Представьте, сколько резюме получают работодатели? Тысячи. Но если к резюме прилагается сопроводительное письмо с рекомендацией от наших кадровых менеджеров, то ваши шансы на быстрое трудоустройство увеличиваются в разы. Вы получаете огромное преимущество. Одно дело, когда вы сами говорите, что вы специалист. Мало кто поверит. А другое дело, когда кто-то скажет, что вы специалист и вас порекомендует. В этом случае гораздо больше доверия. В этом и заключается преимущество. И именно это получают наши ученики после обучения в школе онлайн-профессий «Ваш старт». Но вы не думайте, что можно расслабиться и ничего не делать, зная, что наше кадровое агентство сделает все за вас. Во-первых, на обучении надо качественно выполнять домашние задания. Во-вторых, надо изучать учебный материал, уроки. Сложного в них ничего нет, но делать надо. У нас учились и 70-летние бабушки, и 14-летние школьники. Все на выходе получили то, что хотели. Итого, процесс трудоустройства можно схематично отобразить следующим образом. Первое. Обучение профессии или несколько профессий. Второе. Сдача экзамена. Третье. Получение сертификата. Четвертое. Заполнение анкеты с пожеланиями по трудоустройству. Пятое. Индивидуальная консультация с карьерным консультантом. Шестое. Составление резюме. Седьмое. Получение сопроводительного письма с рекомендациями. Восьмое. Подготовка к интервью с работодателем. Девятое. Рассмотрение вакансий, подобранных нашим кадровым агентством. Десятое. Выбор подходящего вам работодателя и интервью с ним. Одиннадцатое. Трудоустройство. Трудоустройство может быть как на основную работу, так и на работу по совместительству. То есть, если вам нужна просто подработка, дополнительный доход, то мы тоже можем найти работодателей, которым нужны специалисты, работающие неполный рабочий день. Очень много наших учеников работают по совместительству. В трудовом договоре так написано. Свободный график. Работа по совместительству. Как вы, наверное, знаете, сейчас действуют электронные трудовые книжки. Поэтому вы можете не переживать, что работой удаленно лишитесь каких-то социальных фигот или пенсий. Работа будет официальная, оформленная по Трудовому кодексу. Всем ученикам мы даем двойную гарантию на трудоустройство в течение двух месяцев после обучения. Если мы вас не трудоустроим в течение двух месяцев после сдачи экзамена, то вернем в два раза больше денег, чем вы заплатили за доступ в школу онлайн-профессии. Вообще, средний срок с трудоустройства – один месяц, но мы берем небольшой запас – два месяца. Почему мы сделали двойную гарантию? Сейчас на рынке очень много вакансий от работодателей и очень мало хороших специалистов. Есть тысячи фрилансеров, готовых делать любую работу, но далеко не каждый работодатель хочет обращаться к фрилансерам, потому что фрилансеры постоянно срывают сроки, делают не то, что надо, и быстро переключаются от одного заказчика к другому, тем самым не сильно думая о качестве работы. А работодателям нужны постоянные сотрудники, замотивированные на долгосрочную работу и результат. Мы видим очень много вакансий и точно знаем, что если мы обучили человека, подготовили его, то точно сможем трудоустроить на удаленную работу. Поэтому сделали двойную гарантию. И за то, что если вдруг мы потратили ваше время на обучение и не трудоустроили, вы получите компенсацию в виде двойной оплаты. То есть вы ничем не рискуете, записываясь на обучение в школу онлайн-профессии «Ваш старт». Напоминаю, что сейчас для вас действует хорошая скидка. Переходите по ссылке, которую скидывает модератор, выбирайте один из трех пакетов участия и оформляйте заказ. Сейчас я посмотрю, сколько осталось мест. Напомню, что максимальное количество учеников на ближайшем потоке 50 человек. Следующий планируется только через год. Вижу, 23 человека уже записалось. 18 оплатили заказ. Значит, на данную минуту осталось 27 мест. Скидка на оформление заказа действует 45 минут. Для вас, как участников сегодняшнего мастер-класса, осталось около получаса. Спасибо модератору, что отвечает на вопросы в чате. Идем дальше. Сейчас я расскажу вам, чему конкретно вы научитесь на наших курсах. Первое. На курсе по профессии создатель видеороликов вы научитесь создавать анимационные видеоролики, рисованные и профессиональные трехмерные ролики, основам видеомонтажа. Второе. На курсе по профессии интернет-маркетолог вы научитесь составлять маркетинговую стратегию, отстройки от конкурентов, создавать уникальное торговое предложение, автоматизированным воронкам продаж, email-маркетингу, работать с аналитикой и управлять командой. Третье. На курсе по профессии создатель сайтов вы научитесь быстро создавать эффективные продающие одностраничные сайты на конструкторах, без знаний программирования. Освоите конструктор лендингов Tilda, платформу WordPress. В результате сможете создавать информационные сайты, продающие сайты, блоги и интернет-магазины. Четвертое. На курсе по профессии продвижения сайтов вы научитесь использовать SEO-продвижения для раскрутки сайтов, эффективному внутреннему и внешнему продвижению. В результате сможете за 2-3 месяца выводить сайты в топ поисковой выдачи Яндекса и Гугла. Пятое. На курсе по профессии личный помощник вы научитесь быстрому поиску и анализу информации, работе в графических редакторах, программах видеомонтажа, основам работы в популярных онлайн-сервисах, которые используют предприниматели для управления бизнесом. Шестое. На курсе по профессии дизайнер вы научитесь основам графического дизайна в программах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop для создания логотипов, баннеров, фирменного стиля компании, основам веб-дизайна, 3D-дизайна в программе 3D Studio Max и основам дизайна интерьера в программе Archicad. На курсе по профессии копирайтер вы научитесь писать продающие тексты с нуля для сайтов, социальных сетей, сценарий, к видеороликам, письма для e-mail рассылок. На курсе по профессии SMM-менеджер вы научитесь продвигать товары и услуги в популярных социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Телеграме и Инстаграме. Девятое. На курсе по профессии оператор колл-центра вы научитесь нормам делового общения, культуры речи, этикету телефонного разговора, навыкам ведения профессионального диалога с клиентом, навыками управления собственным голосом. Десятое. На курсе по профессии специалист по рекламе вы научитесь настраивать контекстную рекламу Яндекс Директ и Гугл Эдс, таргетированную рекламу ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм, анализировать показатели рекламы, оптимизировать бюджет и масштабировать трафик. Итого 10 профессий с пошаговым обучением с нуля. Здесь есть профессии и для пенсионеров, и для мам в декрете, и для студентов, и для мужчин любого возраста. Неважно, кем вы сейчас работаете и какой у вас опыт. И все это сейчас за 14 700 рублей в пакете Фрилансер, 19 700 рублей в пакете Трудоустройства и 34 700 рублей в пакете Премиум. Все 10 курсов по интернет-профессиям с постоянным доступом к обучению и доведением до трудоустройства. Ценность каждого курса в среднем 15 000 рублей. То есть, обучаясь в других онлайн-школах, вы потратите на любой из этих курсов 15-20 000 рублей, а то и больше. У нас в школе онлайн-профессии «Ваш старт» вы можете сэкономить таким образом более 140 000 рублей. Повторю, вы оплачиваете один раз доступ в школу и получаете постоянный доступ ко всем курсам и к будущим обновлениям для вас и вашей семьи. Изучать профессии вы можете параллельно, если есть время, либо последовательно, одну за другой, как вы сами захотите и обсудите с куратором в личном кабинете. Можно стать специалистом, изучив один курс, сдать по нему экзамен и трудоустроиться. При этом вы можете продолжать обучаться на другом курсе, параллельно работая и зарабатывая. А учитывая, что некоторые профессии требуют всего 3-4 часа работы в день, то можно работать сразу по нескольким профессиям и получать гораздо больше денег. «Вижу ваши вопросы в чате. На некоторые сейчас отвечу, а на оставшийся вам ответит модератор. Можно ли купить только один курс?» – спрашивает Елена. Вы можете изучать один курс, но цена в школе фиксированная. Вы оплачиваете доступ в школу по ценам, которые я озвучивала, а изучать курсы вы можете и один. По сути, это как шведский стол в кафе или ресторане. Вы оплачиваете один раз и ешьте сколько хотите разных блюд. Мы работаем по такой системе, чтобы оплачивать зарплату карьерным консультантам, менеджерам по поиску вакансий, преподавателям курсов, методистам и кураторам. С вами в школе будут взаимодействовать несколько человек. Обучать, помогать, консультировать, доводить до трудоустройства. Поэтому цена 19 700 рублей не такая уж и большая. Анна спрашивает. «Я живу в Белоруссии. Можно ли мне обучаться и работать удаленно?» «Можно. Мы обучаем учеников из любых стран и помогаем с трудоустройством. Абсолютно неважно, в какой стране вы живете». Светлана спрашивает. «С какой профессии лучше начать?» «Если вы пока не решили, с какой профессии начать обучение, оформите и оплатите заказ, получите доступ в личный кабинет. И там вас проконсультирует куратор, поможет сделать правильный выбор». Цены со скидками действуют только сейчас. И в течение 45 минут успейте оформить заказ. Оплатить можно завтра. Но это еще не все. Расскажу про бонус, который мы для вас приготовили. Для тех, кто оформляет заказ сейчас и оплачивает в течение двух часов, вы получите наш бонусный курс «Создание источников пассивного дохода» на сайтах. На этом курсе мы будем учить вас создавать пассивные источники дохода. То есть параллельно основным урокам по интернет-профессиям вы сможете по специальной технологии создавать сайты, которые будут приносить вам пассивный доход. Это такие информационные сайты с множеством статей по разным темам. Кулинарии, медицина, про детей, про автомобили и так далее. Мы дадим вам доступ к бонусному курсу, и вы сможете создать для себя доходные сайты, раскрутить их, чтобы получать стабильный пассивный доход. Это для того, чтобы если вдруг что-то случается, месяц или два вы без удаленной работы, либо просто хотите отдохнуть от работы, чтобы ваш удаленный заработок не прекращался, чтобы заработок шел всегда. Единственное, что дает стабильный пассивный доход в интернете – это сайты. Зачем нам это нужно? Почему мы даем вам такой бонус? Потому что мы берем определенную ответственность за ваше будущее и хотим, чтобы вы вспоминали нас добрыми словами после обучения. Поэтому оформляйте заказ сейчас, выбирайте один из трех пакетов участия, производите оплату в течение двух часов и получите супер-бонусный курс по доходным сайтам. Бонус стоимостью 20 тысяч рублей, между прочим. Скидка действует еще несколько минут. Ссылку скидывает модератор в чате. Оформляйте заказ. Посмотрю, сколько осталось мест из доступных 50. Вижу, 42 человека уже записалось. 39 оплатили заказ. Значит, на данную минуту осталось 8 мест. Заявка держится за вами в течение суток. Напомню вам организационные вопросы. Формат обучения. Доступ к 10 профессиям с постоянной системой сопровождения кураторами и карьерными консультантами. Доступ к урокам с бесплатным обновлением. Еженедельные вебинары в вечернее время для поддержки и записи вебинаров выкладываются в личный кабинет. Необходимые материалы, шаблоны, чек-листы и программы. Дополнительных расходов не потребуется. Там, где нужны программы, например, в дизайне или создании роликов, мы дадим вам доступ к программам. Покупать платные программы вам не придется. Что вам нужно сделать сейчас? Оформить заказ, чтобы забронировать место в группе учеников и успеть зафиксировать скидку. Завтра стоимость на сайте будет уже без скидки. Если хотите бонусный курс создания источников пассивного дохода на сайтах, произведите оплату в течение двух часов, а так вообще ваша заявка со скидкой завтра будет действительной и сможете оплатить любым удобным способом. С нашей стороны, напомню, действует безусловная гарантия. Мы гарантируем вам трудоустройство в течение двух месяцев после обучения. В противном случае вернем вам в качестве компенсации за потраченное время в два раза больше денег, чем вы заплатили. Также после обучения вы получите сертификат и сможете получать гораздо больше зарплаты, чем обычные специалисты. Потому что большинство работодателей сейчас смотрят, где вы обучались и смотрят на ваши дипломы, сертификаты. Не на тот диплом, который вы получили в обычном университете, а на сертификат, который удостоверяет, что вы специалист в одной из современных интернет-профессий. Интернет-прокетолог, копирайтер, менеджер по рекламе и так далее. Это очень важно. Сертификат специалистов будет вашим преимуществом и поможет зарабатывать даже на биржах фриланса. Вы будете получать лучшие заказы. Не копеечные за 300-500 рублей, как обычные фрилансеры, а в несколько раз больше. Когда вы покажете заказчику сертификат, он не будет сомневаться в вашем профессионализме. Подумайте, у кого будет больше зарплаты у специалиста, у которого есть сертификат, подтверждающий его квалификацию, либо у обычного сотрудника. Давайте включу вам несколько видеоотзывов наших учеников. Здравствуйте, меня зовут Валентина, мне 57 лет. До июня 2018 года я работала бухгалтером. Зарплата, конечно, у меня была небольшая, 14 тысяч, но на жизнь хватало. А потом получилось так, что меня вообще сократили. Я стала искать работу в интернете, но я вообще не знала, что с этим делать. И одна моя знакомая посоветовала мне обратиться в школу онлайн-профессии «Ваш старт». Я, конечно, сначала сомневалась, потом стала искать там разные специальности. И мне понравилось, я выбрала профессию создатель видеороликов. И знакомая мне перед этим сказала еще, что я не только там пройду обучение, а что потом мне еще помогут в дальнейшем трудоустройство. И вот в августе я уже сдала свой финальный видеоролик, который у меня приняли к зачету. И за осень я смогла заработать всего 94 тысячи рублей. Мне этого хватило на какое-то время. Но, конечно, я не сама искала заказы. Мне помогали менеджеры этой онлайн-школы, потому что, ну, не имея никакого опыта, никаких кейсов, самой очень трудно найти работу. И сначала, конечно, было очень сложно искать заказы. А сейчас у меня уже есть опыт, и я, ну, достаточно легко нахожу себе заказы. И сейчас я тоже продолжаю работать в этой области. Я занимаюсь созданием анимационных видеороликов. Дела у меня идут намного лучше, у меня уже все получается. И я хочу выразить свою огромную благодарность менеджерам, кураторам, преподавателям онлайн-школы «Ваш старт» за такое теплое, сердечное отношение к ученикам. Потому что ведь это очень легко научить молодых людей чему-то, которые понимают в интернете, разбираются. А в моем возрасте это не так легко. И, конечно, эти преподаватели проявляли огромное терпение и возились с каждым учеником, за что им огромное спасибо. Сейчас мне очень нравится моя работа. Самое главное, мне нравится, что она мне приносит хороший доход. И я надеюсь, что я вообще никогда больше не вернусь в офисную работу. Еще раз огромное спасибо всем преподавателям и менеджерам онлайн-школы «Ваш старт». Я желаю школе процветания и вообще всем желаю удачи. До свидания. Добрый день. Хочу с вами поделиться своими впечатлениями о школе онлайн-профессии «Ваш старт». Сейчас получение образования, не выходя из дома, это довольно-таки актуальная тема. И некоторое время назад я для себя поставила цель освоить профессию личный помощник. После долгих поисков в интернете в прошлом году я нашла школу «Ваш старт». И, конечно, у меня вначале было очень много сомнений. Во-первых, будут ли меня действительно обучать дистанционно? Как все это будет происходить? Смогу ли я учиться с двумя детьми? И после этого мне еще нужно как-то туда устроиться. Но все оказалось не в ней так страшно. Я записалась на курс. Мне очень понравился формат обучения. То, что график я себе могла выбирать сама, как мне будет удобно. У меня был личный куратор, который мне помогал, постоянно отвечал на все мои вопросы, консультировал. За что я очень ему благодарна. И я могу сказать, что халтура здесь не прокатит. К получению знаний здесь относятся очень серьезно. Я многому научилась. Во-первых, я научилась планировать свое время. Работать с почтой, с различными интернет-ресурсами. Научилась администрированию сайтов. Составлению презентации. Ну, в общем, всего я не перечислить. Сейчас у меня хорошая работа, которая мне очень нравится. Теперь у меня есть время на то, чтобы провести его с детками. На то, чтобы отдохнуть, поехать. В месяц я зарабатываю почти 40 тысяч рублей. Пока мне этого хватает. Но я иду вперед и развиваюсь. Спасибо большое школе «Ваш старт». Всем здравствуйте. Меня зовут Наталья. И совсем недавно я прошла обучение создания сайтов в школе онлайн-профессии «Ваш старт». И хочу сегодня поделиться с вами своим впечатлением. Начну с того, что изначально, когда я шла на этот курс, я сильно переживала и боялась того, что у меня просто не хватит свободного времени, чтобы обучаться из-за загруженности на своей работе. Но, знаете, у меня все получилось. Благодаря нашему преподавателю Дмитрию Русакову, который всегда объяснял все доходчиво, так, чтобы каждый понял. Он всегда был с нами на связи, всегда отвечал на все вопросы. Вы знаете, даже сейчас, когда уже обучение у нас закончилось, он нас не бросил. Он продолжает помогать нам, поддерживать во всех наших начинаниях, что очень важно для новичка на самом старте. Также хочу отметить, что мне понравилось еще в этом курсе, что ты можешь продолжать свое обучение в любое появившееся в тебя свободное время. Это, знаете, очень актуально для тех, у кого командировки частые, семьи, дети, загруженность на работе, как у меня, допустим. Мы абсолютно всем курсом с ребятами очень сильно, кстати, по этому поводу переживали, что мы просто не успеем пройти весь курс, что мы не успеем изучить весь материал. Но Дмитрий нам всегда говорил, никогда не стоит бросать начатое. Нужно дойти до конца, нужно все доделать. И, знаете, у нас все получилось. Благодаря Дмитрию Русакову. Спасибо. Еще хочется сказать, что в данном курсе, знаете, я не только заплатила деньги, а также получила много интересной информации, получила знания, как создавать классные продающие сайты, создавать страницы и группы в соцсетях, изучила основы своего бизнеса. И опять же, все это благодаря кураторам школы «Ваш старт». За что хочу сказать вам большое, огромное спасибо. До свидания. Ребята, кто еще сомневается и не записался в школу онлайн-профессии «Ваш старт», если вы ничего не измените у себя в жизни, подумайте о том, сможете ли вы увеличить вашу зарплату или вашу пенсию в ближайшие месяцы или годы. Согласитесь, что вряд ли. А работая удаленно, вы сможете зарабатывать столько денег, сколько захотите. Думаете громкое заявление? Смотрите, сейчас сами поймете. Вы сможете зарабатывать через интернет 50 тысяч, 100 тысяч рублей и более абсолютно реально. Когда вы работаете в офисе, у вас чаще всего оклад, и вы заняты чем-то одним в данный момент времени. Соответственно, как получить в 2 раза больше зарплату или в 3 раза больше? Никак. В удаленной работе вы можете сделать несколько дел за день. И что очень важно, некоторые задачи вы можете запустить, и за ними не надо смотреть каждую минуту. Деньги будут идти, то есть ваш заработок, например, профессия специалист по интернет-рекламе. Я вам сегодня говорила про нее. Вы настроили контекстную рекламу в Яндексе, например, запустили ее, и дальше делаете что-то другое по заработку. Например, видеоролик делаете или сайт, или статью пишете. Если у вас есть навыки копирайтера. Реклама в Яндексе у вас настроена, запущена. Деньги идут вам за эту работу уже без вашего участия. А вы в это время делаете задания по другим интернет-профессиям. Тем самым ваш общий заработок суммируется. На обычной работе это нереально. За один день работы удаленно вы можете зарабатывать гораздо больше, чем на обычной работе. Просто не все это знают и не все понимают. Делают что-то одно и упираются в финансовый потолок. Есть много вариантов, много профессий, которые можно выполнять одновременно. Даже новичку. И за один день зарабатываете в 2-3 раза больше, чем обычный сотрудник. Напишите, у кого такая проблема. Вы зарабатываете 20-30 тысяч и не знаете, как зарабатывать больше. Вот вы сейчас работаете где-то бухгалтером, может, просто в офисе с секретарем, либо на заводе кем-то, либо просто сидите дома на пенсии и страдаете от недостатка денег. У вас есть реальная возможность обучиться интернет-профессии, получить сертификат специалиста и устроиться на удаленную работу, получая столько денег, сколько вы захотите. Это может быть одна профессия, две или три. Мир без офиса, зарабатывая столько денег, сколько вы сами хотите, это не будущее, это уже настоящее. И у вас есть возможность жить именно так. Представьте это. Вам на карту приходит каждый месяц зарплата 100-150 тысяч рублей. Вы покупаете в магазинах все, что захотите. Красивую одежду. Ходите в рестораны, путешествуете 3-4 раза в месяц. Зимуете на теплом море в Таиланде или на Бали. Вы еще думаете, нужна ли вам удаленная работа? Еще одно преимущество удаленной работы – это сэкономленное время от поездок на работу и обратно. Напишите в чате, сколько времени вы тратите, чтобы добраться до работы каждый день. Напишите. А я снова хочу включить свое видео. Ребята, хватит тратить жизнь на дорогу. Признайте себе честно. Поездки на работу, с работы вам не нравятся. Будильник звонит все раньше, домой возвращаешься все позже, теряешь время, становишься раздражительным, не ешь ничего, кроме полуфабрикатов, пластиковой упаковки. Перестаешь ходить в тренажерный зал, почти не видишь детей, не находишь сил поговорить с близким человеком. Этот список можно продолжать бесконечно. Но зачем тратить время на поездки в офис, сидеть там в этой атмосфере непонятной, потом тратить время на обратную дорогу? Зачем? Человек вынужден у какого-то дяди или тети спрашивать, когда ему отдыхать, сколько ему отдыхать, когда ему просыпаться, когда ложиться спать. Это я считаю такое скрытое рабство. 87% людей в мире жалеют перед смертью о том, что жили не своей жизнью. Представляете, как страшно? 87% людей упускают жизнь. Это катастрофа. И я глубоко убеждена, что работая на удаленке дома у себя, человек становится счастливее. Это очень важно. Начав работать удаленно, вы ничем не рискуете. Удаленную работу можно попробовать даже до того, как вы уйдете из офиса. Сначала это может быть второй работой или подработкой. И вы сможете сравнить сами, принять решение. А знаете, что самое привлекательное в удаленной работе? Все зависит от вас. И это не преувеличение. Зачем работать с 9 до 18, если можно работать в то время, когда вы хотите? Каждый будний день вы работаете в офисе, вдали от семьи, друзей, от хобби, мечтая о поездках на море и о путешествиях. Возможно, благодаря этим приманкам вы сможете продержаться долгие годы, мечтая о том, сколько всего сделаете, оказавшись на пенсии. Но зачем ждать? Если вы действительно любите путешествовать, зачем ждать, когда вы состаритесь? Вот выйду на пенсию и буду путешествовать. Так мечтают многие. Но если путешествие – ваша страсть, зачем ждать старости, чтобы ее удовлетворить? Не откладывайте хорошую жизнь на потом. Записывайтесь в школу онлайн-профессии «Ваш старт» и начните с нашей помощью ваш путь в прекрасный мир удаленной работы. Так, смотрю, сколько человек уже записалось. 46 заказов. Из них 42 оплачено. Кто уже оплатил, ребята, вы молодцы! Приняли правильное решение изменить свою жизнь с помощью удаленной работы. Вы получите бонусный курс по созданию пассивного дохода на сайтах. Осталось 4 места и несколько минут действия скидки. Если у вас есть вопросы по оплате, вы можете задать их сейчас нашим менеджерам в онлайн-консультанте на сайте. А я на этом прощаюсь. Спасибо, что были сегодня на нашем мастер-классе. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok